Сегодня мы снова попытаем счастье в поисках места нашей мечты. Теперь, когда у нас есть мотоцикл, нам стало проще ездить в дальние поездки. Туда, где мы еще не бывали. Мы с Дарлин сегодня приехали смотреть участок земли. Первое место, которое мы посмотрим, этот участок вместе с домом. Есть вот такой домик с навесом. На заднем дворе растут несколько фруктовых деревьев – рамбутан, манго и кокосы. А позади участка есть небольшая река. Этот участок продается вместе с фермерской землей, которая находится в другом месте. А основная часть земли находится вот здесь, вот в этом месте. Мы сейчас стоим прямо на дороге, и эта земля, как бы граница по дороге проходит. Это ферма. Здесь разные деревья фруктовые. Сейчас посмотрим. Так, нам тут нужно через препятствия перебраться. Но уже сделаны каналы бетонные. Хорошо. Так, да, вот туда идет. Это как обрыв такой. О, вот это вот дерево. И здесь собирается... Раббер? А, вот собирается. Ничего себе. Первый раз вижу. Каучук. Надо же. Вот он вот так стекает здесь. Ага. Так, ну дальше идут прям джунгли. Ну много таких деревьев. Вот они все такие пятнистые. И везде вон стоят вот эти вот для сбора каучука мисочки. Сверху этот участок виден лучше. Оказывается, это склон горы. И здесь нет даже небольшого ровного участка земли. Рядом находится небольшая филиппинская деревня. А по другую сторону дороги рисовые поля. Этот участок не совсем то, что мы ищем. Риэлторы предложили показать нам второй вариант. Они сказали, что он находится ближе к городу. И что там посажено много фруктовых деревьев. Идем смотреть новый участок земли. Другой участок сегодня. Другой участок сегодня. Здесь много-много кокосов. Мы идем по тропинке. Получается, сюда проезда нет на машине. Только на мотоцикле можно заехать. Ну или пешком. Здесь растет много дурианов, кокосов и мангостинов. Есть скважина и небольшой деревянный дом. Так, вот есть домик. Построенный из дерева, из досок. Каркасный. О, вот как цветут дурианы. Это цветы. О, мой год. It smells so good. So good? Yeah. Бори-бори. Ага. Вот они. Есть фрукты на дереве. Very quiet, yeah? Угу. Ну вот эта тропинка, она тоже как бы разделяет этот участок напополам. То есть получается, что по тропинке всегда кто-то будет ходить или ездить. О, Дарлин пляшет. Много-много москитов здесь. They like my leggings, because it's black. Ага. Вот этот. Этот участок хорошо подходит для фруктовой фермы, но не для строительства дома. Школы, рынок и другие нужные объекты находятся далеко от этого участка. Мы сказали риэлторам, что подумаем, и отправились к следующему участку. Эта земля находится всего в нескольких километрах от дома, который мы арендуем. Продолжаем поиски земли. Мы уже устали сегодня ездить. Но нас ведут другие, я не знаю, риэлторы это или владельцы. В общем, в новое место. Здесь много звуков разных птиц тропических. Ривер. Ривер. И много красивых животных я слышу. Я слышу. Очень красиво. Карабао. Карабао. Да. Национальный живот. Филиппинец. Ой. Так, чтобы перебраться через речку, надо раздеться. Нас не предупредили, что нужно тут вброд идти. Так, ну нам с Дарлин не привыкать уже. Ну сейчас без обуви. Вода очень приятная. Не холодная, а такая теплая. Варм вотер. Так, чтобы купить карабао. Да. Да. Много карабао. Да. Да. Для мамы, для тебя, для меня. Три для каждого. Да. Нет, один для каждого. Это. И это с домом. Да. Они будут идти, если это уже здесь. этот участок лучший из всех что мы сегодня посмотрели он относительно ровный и на нем растет много фруктовых деревьев тропикал флава так тут оказывается не просто участок это клондайк здесь добывают золото что это для золото или в воде? для золото или в воде? для золото или в воде? они найдут что-то или нет? или только в воде? нет 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 они просто начали ходить можно но он уже не на той территории я не знаю это для золото это для золото это для золото очень вкусно очень вкусно да нет 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 может быть окей да может быть окей нормально вкусно 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 есть даже ананасы нам все понравилось и мы сказали дочери владельца которая тоже была здесь что приедем завтра проверим документы и подпишем договор о покупке В общем, с землёй опять какие-то непонятки происходят Потому что та земля, которая нам понравилась Это третий вариант И мы вроде уже договорились Всё, согласились, что да, мы будем смотреть документы, покупать На следующий день мы хотели туда поехать Но они позвонили, сказали, что её вдруг почему-то в два раза уже меньше по документам Ну и вообще Мы спросили, ну тогда и цена должна быть в два раза ниже Раз, потому что размер в два раза меньше Они говорят, нет, цена та же самая Причём, когда я спрашивал у них, ну попытался поторговаться Они там ни на копейку не соглашаются ниже И даже когда цена, вернее, размер в два раза ниже То есть цена та же самая Это не только риэлтор, это было ребенка Это ребенка, 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 который пришел с нами Да В общем, я не знаю Это очень странно Очень странно Да Потому что она показала нам эту землю И я немного уверена В этом, потому что она родственная ребенка Так что она знает, что она говорит, что она показывает нам Да Дарлин расстроилась Ну, я, конечно, тоже огорчился Потому что мы уже тут стали планировать, что там посадим Кого заведем Вот Ну, вот такие дела А та земля, которую первые варианты мы смотрели с другими риэлторами Ну, слишком далеко, слишком неудобная для нас Вот Мы Как бы отказались Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!